Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Напрямую связанный с мультивселенной. О чем будет этот фильм? Когда он выйдет? Что там с триквелом Эндрю Гарфилда? И каковы планы Сони после «Нет пути домой»? Устраивайтесь поудобнее, друзья, в ближайшую пару минут. Мы разберемся во всех новостях Паучьей Вселенной. А начнем, разумеется, с самого горячего. Новости о разработке спин-оффа про Мадам Паутину появились аж в 2019 году. Если конкретно, речь шла о сценарии, которые написали для студии сценаристы Морбиуса Мэтт Сазама и Бург Шарплес. Но слухи мало кто воспринял всерьез, ибо тогда Сони что только не разрабатывала. Был и сольник черной кошки, и совместный с Серебряным Соболем проект, и даже интеграция Тома Холланда во вселенную Венома. Но большинство планов в итоге отправились в мусорку. До разработки вроде бы дожил лишь Крейвен. Однако на днях оказалось, что не он один. Мадам Паутина взяла перерыв на ковид и вернулась с мощнейшими новостями. Фильм не просто продолжает развиваться, но еще и находится на финальной стадии переговоров с Дакотой Джонсон, которая в Инстаграме опубликовала Эммадзи Паутины, фактически подтвердив свое участие. В общем, ожидание Бэтмена получается веселым. До премьеры Бэтмена с Робертом Паттисоном осталось меньше месяца, но Арней Готэм и Невероятный Загадочник готовятся шокировать зрителей. Как и факт того, что сразу следом нас ждет Морбиус и сиквел Доктора Стрэнджа. С таким количеством новинок можно было бы стать банкротом, если бы не приложение Банка Тиньков, при помощи которого клиенты банка могут возвращать до 30% стоимости билетов кэшбэкам, если приобрели их именно там. Там же, кстати, есть удобный поиск по кинотеатрам, среди которых можно выбрать ближайший к вам по карте. А еще внутри вы найдете подборки фильмов, которые уже идут в прокате или скоро будут выходить. Каждые две недели в разделе кино проходят акции на громкие премьеры, А если вам нужно четко спланировать поход с ребенком на детский сеанс, в приложении легко выбрать места для взрослых и детей. Билеты хранятся прямо в приложении. Для большего удобства их можно добавить в Apple Wallet или Google кошелек. А если что-то сорвется, там же можно удобно оформить возврат. Приложение Тиньков Банка – это ваш главный помощник, который решает бытовые вопросы и помогает провести время интересно, а главное – выгодно. Поэтому не теряйте времени и скорее переходите по ссылке в описании, чтобы купить билеты с кэшбэком на самые лучшие места. Ну а наше знакомство с историей Мадам Паутины будет необычным. Чаще всего после анонса очередного фильма о супергероях мы с вами знакомимся с комиксами и прикидываем экранизацию, чего мы можем увидеть. Но даже беглого взгляда на историю героини хватит, чтобы в голове возникло три важных вопроса. Во-первых, Мадам Паутина старовата, в то время как Дакота Джонсон вполне себе молодая. Во-вторых, Мадам Паутина никогда не геройствовала самостоятельно. Это персонаж второго плана, помогающий Человеку-пауку. Ну а в-третьих, Мадам Паутина привязана к системе жизнеобеспечения и передвигаться вообще не может. Из этого можно сделать ошибочный вывод, что фильм изначально обречен. Сценаристам придется переделывать канон, натягивать сову на глобус и заново изобретать героиню. После чего зрители скажут, что все фигня, и Сони просто хайпует и хочет заработать денег на связи с Человеком-пауком. Но все эти утверждения ошибочны, и о Мадам Паутине вполне можно снять не просто хороший фильм, но фильм, напрямую связанный с мультивселенной и открывающий кучу дверей даже для Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Об этом позже, а пока перенесемся в 80-е. Именно там Дэнни О'Нилл и Джон Ромита придумали Мадам Паутину. Ее настоящее имя – Кассандра Веб. И дамочка мало того, что слепа, так еще и парализована. Она страдает редкой болезнью, для борьбы с которой муж Кассандры соорудил целую систему жизнеобеспечения из трубок. Система похожа на Паутину, и из-за нее Кассандра получила свое прозвище. А еще из-за связи с мистической силой, известной под названием Паутина Судьбы. С ее помощью Мадам Паутина может чувствовать прошлое, настоящее и будущее. Вместе с Даром Провидения Кассандра обладает телепатией, умеет лечить силой мысли и влиять на разумы других. А еще дамочка не раз демонстрировала навыки астральной проекции, похожие на заклинания Доктора Стрэнджа. В общем, очень похожий на Профессора Икс персонаж. Причем вплоть до генов, ибо способности Мадам Паутина не приобрела, а родилась с ними. Что делает ее мутантом и добавляет в уравнение фильма Сони проблемы с авторскими правами. Ну а способности сделали Кассандру идеальным шпионом и советником для супергероев. Правда, поначалу выживать приходилось иначе. Мадам Паутина подрабатывала, предсказывая людям будущее. Человек-паук познакомился с ней абсолютно случайно через объявление в газете. Питеру нужно было найти очередного злодея, и Кассандра помогла, попутно раскрыв тайну его личности и убедив паучка в собственной полезности. С тех пор очень часто в комиксах Мадам Паутина появлялась как сюжетный костыль, с помощью которого Питер Паркер находил плохих парней и узнавал будущее. Чуть позже историю Кассандры прокачали, связав ее с паучками еще сильней. Благодаря связи с Паутиной судьбы, Мадам Паутина научилась подсматривать и в мультивселенную, отслеживая так называемые тотемы. В комиксах Марвел это отдельная история, и Человек-паук одним из таких тотемов является, ибо связан, как нетрудно догадаться, с Пауком. Есть в мультивселенной и ребята, которые за этими тотемами охотятся, и это очень интересная история, которую с появлением Мадам Паутины в киновселенной вполне можно экранизировать, сделав ее своеобразным проводником в паучью мультивселенную, что сейчас очень актуально. Это отвечает на один из вопросов о необходимости сольника героини. Другой вопрос в том, что чаще всего Кассандра Веб изображена в форме старушки, и это тоже решаемая проблема. Ведь в комиксах Мадам Паутину омолаживали и даже убирали ей все недуги. Это произошло после получения дамочкой бессмертия, и какое-то время Кассандра была молодой, что открывает двери для Дакоты Джонсон. И даже если Соня не будет экранизировать этот сюжет, вариант остается. Ведь должность Мадам Паутины носила не только Кассандра. Ей также была Джулия Карпентер, которой старушка передала свои силы. Джулия, получив телепатию и весь букет сил Мадам Паутины, одновременно ослепла. Но все же была молодой и продолжила оказывать функции советника. Не исключено, что сыграет Дакота Джонсон как раз эту версию Мадам Паутины. И здесь есть небольшой сюрприз. Ведь Джулия Карпентер – это женщина-паук? Она обладала способностями Питера Паркера и долгое время помогала Мадам Паутине в борьбе против злой версии женщины-паука. Это долгая история, но нам важно то, что помимо Паркера, Мадам Паутина неразрывно связана с женскими версиями паучка. Одна из них вообще была Мадам Паутиной. И в этом свете фильм начинает выглядеть очень интересно. Ведь гипотетически Сони может начать с того, что Дакота Джонсон сыграет женщину-паука. И лишь по ходу фильма познакомится с Мадам Паутиной, чтобы в концовке получить ее способности. А затем плавным образом присоединиться к киновселенной, став советницей какого-нибудь Тома Хохланда или Эндрю Гарфилда. Звучит интересно, не правда ли? Как видите, из сольника Мадам Паутины можно сколотить вполне себе крепкий фильмец с женскими версиями Человека-паука, мультиверсом и приятными намеками на будущее. Да и красная повязка на Дакоте Джонсон сидит отлично, о чем мы прекрасно убедились, по просмотру 50 оттенков серого. Ну а если без шуток, главной мистикой киновселенной Сони остается Человек-паук. Веном, Морбиус и Крейвен – это здорово, но этому миру нужен и дружелюбный сосед. Из-за непоняток с контрактами Сони шантажировали Кевина Файги тем, что заберут Тома Холланда в свою вселенную. Но сейчас это недоразумение улажено, и актер получил новую трилогию в мире Марвел, оставив вопрос о Человеке-пауке в Веном-версе открытым. После «Нет пути домой» туда, разумеется, сватают Эндрю Гарфилда. Но это дело десятое. Главное, что какого-никакого паучка Сони нужно начинать вводить. И фильм о Мадам Паутине как никто подходит на эту должность. Во-первых, сама старушка неразрывно связана с Человеками-пауками. Во-вторых, одна из версий героини сама была Человеком-пауком. Ну а в-третьих, Мадам Паутина в комиксах много работала как раз с женскими версиями паучка. А это настоящая золотая жила. Мужиков-пауков в кино много, причем даже Майлз Моралес активно продвигается со своим мультфильмом. Но женских версий шаром покати. Хотя в комиксах Джесси Кадрю, Шолк и та же Джулия Карпентер очень интересные и самобытные персонажи. Экранизировать их было бы здорово, тем более, что современная политическая повестка сделает из этого настоящее шоу. Что, собственно, и требуется Сони. А самое приятное в том, что Женщина-паук не будет выглядеть притянутым за уши политическим решением. Фанаты комиксов их любят, и никто на планете не будет против увидеть Дакоту Джонсон в костюме паучка. Ну а более приземленный вариант развития событий в том, что Сони решат исключить пауков из истории, сделав сценарий полностью замкнутым на Кассандре Веб. В таком случае фильм действительно могут ждать проблемы. Веном, Морбиус и Крейвен хоть и связаны с Человеком-пауком, но все же имеют свой лор и сольные истории. А для Мадам Паутины придется выдумывать нечто новое. Глядя на фильмы киновселенной Сони, к сожалению, образцом сценарного мастерства их назвать тяжело. И в таком случае перспективы Дакота Джонсон выглядят весьма туманно. Но по нашему скромному мнению, это маловероятный вариант. Успех мультивселенной и нет пути домой уже сказался на кинематографе. И даже в сериала Бобби Фетти Дисней насували столько камео старых персонажей, сколько смогли. По слухам, фестиваль фан-сервиса намечается и в Докторе Стрэнджа 2. Будет странно, если Сони решит забить на тактику, которая сделала Человека-паука 3, одним из самых кассовых проектов в истории. Более вероятно, что в фильм о Мадам Паутине все же носуют женских версий Паучка и выкатят пусть и не гениальную, но по крайней мере насыщенную фан-сервисом историю. Где скрещивая руки, можно ждать и Эндрю Гарфилда. Учитывая, как активно зрители требуют его возвращения, любой анонсированный после «Нет пути домой» проект можно рассматривать под прицелом. Сомнительно, чтобы Сони составила конкуренцию Тому Холланду и решила забабахать третью часть Паучка Гарфилда. А вот сунуть Эндрю в свою киновселенную с появлением в одном из фильмов «Японцы» точно не будут против. И Мадам Паутина подходит в качестве кандидата просто прекрасно. В конце концов, речь о героине, которая чувствует Человеков-пауков, и неразрывно с ними связана. В общем, надеемся и ждем скорого анонса подробных деталей и набросков сюжета. Ну а от вас в комментариях ждем мнения по вопросу гипотетического введения Женщин-пауков в кино. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!